Махачкалы 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 под размещение социальных объектов, такие как школы, сады, поликлиники. Вы знаете, два участка под размещение поликлиники нам было передано. 18 земельных участков подготовлено под строительство образовательных учреждений. Для строительства общественных пространств используются нам эти земельные участки. Так мы начали парки строить в поселках, Толгах, Семендере, Сулаки построили общественное пространство. Создание крупных парков, таких как Ильтавский лес, которым придан статус объекта природоохраны местного значения. Кроме того, в целях упорядоченной системы землепользования и налогобладаемой базы выполнены кадастры работы по формированию земельных участков, на котором муниципального образования Махачкалы возникает право собственности при развлечении государственной собственности на землю общую площадь 6 960 гектаров. В том числе в 2019 году 63 гектара, мы только разворачивали эту работу, в 2020 году уже 137 гектаров и в 2021 году 6 759 гектаров. Это земли сельхозного значения, ликвидированных мупов, изъятые из неэффективно используемых инвестиционных проектов, которые ранее были заключены. В рамках реализации национальных проектов реализуются программы развития города. Так, в рамках реализации программы безопасной и качественной автомобильной дороги в 2019-2021 году приведено нормативно-техническое состояние, то есть отремонтировано 280 автомобильных дорог общей протяженностью 204 километра. Ранее общий процент протяженности автомобильных дорог, находящихся в нормативно-техническом состоянии, составлял 54% по составлению на 2018 год. В настоящее время в нормативном техническом состоянии находится 78% автомобильных дорог города, то есть это прирост 23% за три года. Очень актуальным для Махачкалы инновационное решение в области организационного дорожного движения, потому что другими средствами улучшить, оптимизировать транспортный трафик не совсем получается. Но, тем не менее, в рамках национального проекта безопасной и качественной дороги, его под программой интеллектуальной транспортной системы, нами внедрены эти решения по интеллектуальной транспортной системе. Мероприятие, проведенное в рамках первого этапа, позволило увеличить постзамерам пропускную способность проспекта Рослуга-Гонзата на 9% и проспекта Петра I на 11%. Проведена модернизация светофоров и замена на так называемые умные светофоры, которые оборудованы специальными датчиками погоды, трафика и так далее, которые непосредственно передают сигнал на ИТС и которые в заданное время дают зеленую волну по указанным проспектам. Реализация проекта планируется до 2024 года включительно. Она предусматривает создание единой платформы управления транспортными средствами и иные мероприятия. По меню совершенствования организации дорожного движения, также мы развиваем сферу перевозок. Так, на сегодняшний день обновлено 500 единиц транспортных средств или 32% парка автобусов малого класса. Еще у нас, конечно, остались эти маршрутные таксы старого образца, но тем не менее уже 32% обновлено и мы далее будем развивать эту работу. Всего на сегодняшний момент полностью обновлено подвижной составом по 25 муниципальным маршрутам из 63. Автомодизированной системой оплаты проезда оснащено 39 троллейбусов муниципальных и 46 частных автобусов малого класса. Постепенно мы будем эту работу также продолжать. Также в целях развития магистральных видов перевозок массажирского транспорта автобусами большого класса, в текущем году администрация города Махачкалу Минтранс России направлена очередная заявка на покупку 50 автобусов большого класса и 40 троллейбусов в рамках федерального проекта развития общественного транспорта в городских агломерациях. Уважаемые депутаты, большую роль в благоустройстве города играет реализуемый в Махачкале программа формирования комфортной городской среды, в рамках которой выполнены работы за 2019-2021 год по 92 дворовым территориям и 24 общественным пространствам. В этом году благоустроится 23 дворовых пространства и 7 общественных территорий. На общую сумму порядка 256 миллионов. Во дворовых территориях на сегодняшний день также построены и футбольные поля, созданные в аркаут-площадке. Но хочу отметить, что в Махачкале имеется 1193 дворовых территорий. Тот объем финансированный, который ежегодно распределяется в рамках данной программы между муниципалитетами, позволяет охватить только 23-25 дворовых территорий. Для примера, город Саратор, который по структуре, по численности, по пространству примерно примерно, ну, такие же размеры, как в Махачкале. Из нацпроектов перераспределено 527 миллионов. И дополнительно 73 миллиона из областного бюджета добавлено, что им позволяет выполнить благоустройство 60 дворовых территорий. Этот показатель напрямую связан с ростом индекса городской среды, определяемой международной Российской Федерации. В этой части я хочу обратиться к правительству, мы неоднократно это обсуждали. Если мы хотим, что индекс городской среды Махачкалы рос, а каждый раз, когда он уходит, мы наблюдаем, что мы там находимся на 55-м месте из 59-ти, то нам необходимо, конечно, пересмотреть распределение средств нацпроекта в пользу административного центра нашей республики. Администрация города также активно участвует в реализации проекта в местных институтах. Так, в 2019 году Махачкала реализовала три проекта на стоимость 17 миллионов. Это детские сады, а также выполнены работы по ремонту дорог у микрорайона Скачки. В 2020 году победителем был признан проект благоустройства детской площадки парки Ленинского комсомола. В 2022 году, согласно результатам состоящего из заседания конкурсной комиссии, для участия в программе отобраны два следующих проекта. Это благоустройство дворовой территории по просвету Шамиля, там, где 57, там, где проживает наш ветеран, и благоустройство Скачки, прилегающее к дому номер 3. Это, кто знает, по улице Астемирово, врачи, где живут рядом с мед. институтом, врачи обращали к Сергею Алимовичу, поэтому мы и капитальный ремонт, и местные инициативы там будем реализовывать для комплексного подхода. Также мы не забываем и о необходимости создания благоприятных условий для инвалидов и маломобильных групп населения. Данные мероприятия нами проводятся в том числе в рамках благоустроимых территорий и также приоритетного проекта «Доступная среда». В рамках данного проекта в периоде 2019-2020 года полностью адаптировано под маломобильные группы 24 объекта образовательных учреждений. Но при реализации проекта «Развитые города» мы с первого дня столкнулись с проблемой ограничения видов работ, на которые будут быть направлены средства национальных проектов. Так, национальный проект «Безопасная качество автомобильной дороги», вы знаете, мы с вами это тоже с многими обсуждали, позволяет направлять средства только на замену асфальтобетонного покрытия и бортового камня. При этом остаются недофинансированы вопросы освещения, строительства ливниных канализаций, которых нет в нашем городе исторически, другие вопросы. Данное обстоятельство не позволяло достичь желаемого результата, а бездействие налоговых органов, на которые я более подробно потом остановлюсь, далее не позволяло изыскать собственные средства для дофинансированных видов работ по этим адресам. В связи с указанным обстоятельством, после неоднократных и продолжительных согласований с строительством, а также благодаря поддержке главы республики Сергея Алимановича Меликова, в 2020 году наконец-то была возобновлена программа функции столицы, государственная программа республики Дагестан функции столицы, в рамках которой мы смогли реализовать комплексный подход в ремонте улиц и благоустройство общественных пространств. Так, реализованы такие проекты, как реконструкция улицы Каркмасова, комплексное благоустройство сферы Фазо-Оливы и Борцовой революции. Также данная программа предусмотрена в 2022 году реализация проекта благоустройства парка Ленинского комсомола, создание общественного пространства в Ильтарском лесу, мы хотим парк культуры и отдыха имени Расула Гонзатова там создать, благоустройство набережной, также очень важное для нашего года мероприятие по приведению нормативного состояния ливневой канализации нашего города. Высшеназанная программа функции столицы позволила нам подготовить проектно-смертную документацию на приведение нормативного состояния 67 имеющихся ливневой канализации, 67 километров имеющихся ливневой канализации. Предусмотрен в 2022-2023 годах в совокупности средств в размере 397 миллионов рублей, позволяет нам отремонтировать 3,5 километра наиболее важных сетей, которые исключат подтопление окончательно микрорайонов и жилых кварталов и проспектов Ленинского района. Наиболее затапливаемый район, поэтому в первоочерном порядке туда идем. Это практически 60-70% подтопления Махачкалы. Основной идеей развития благоустройства в рамках госпрограммы функции столицы являлось создание общественных пространств, объединенных единой пешеходной связью, как основа туристического маршрута. Для реализации этого выбраны скверы Фазо-Алиевой, сквер Борсовой революции и улица Каркмасова. Хотелось бы сразу пояснить, что данное решение продиктовано необходимость вмешательства сложившейся транспортной ситуации, которая из-за наплыва транспорта, а также практики паркования в два ряда практически утратила пропускную способность, и дальнейшее откладывание решения этого вопроса по данной улице грозило уже транспортным коллаксом. И поэтому, изучив практику других городов, практически все основы урбанистики принимаем по решениям, которые принимаются в таких случаях, никакие расширения дорог не способствуют увеличению трафика, потому что это вызывает так называемый спровоцированный спрос. Это первый класс урбанистики, и все знают, если мы где-то расширяем дорогу, это приводит к тому, что все автомобилисты стремятся туда, понимая, что там можно проехать, и упирается именно в то бутылочное горлышко, где это расширение заканчивается. И эта практика после реализации многими городами, она признана неэффективной, и от нее отказались. Поэтому пришлось вернуться к тому опытам, который я получил в Москве, когда мы расширяли тротуары, заужали проезжую часть, в результате автомобилисты на эти улицы старались не попадать, а объезжать, а для пешеходов были созданы наиболее благоприятные условия. И фактически сегодня, вот если вернуться к прошлым, если посмотреть фотографии, у нас имеется какая ситуация по Каркмасову, на фотографиях это запечатлено. Автомобили стоят в два ряда. Фактически автомобилисты пользуются двумя полосами. Одну в одну сторону, другая в другую сторону. Что сегодня нами реализовано, исключив паркование транспорта, который при заезде-выезде стопорит трафик, нами будет достигнуто увеличение пропускной способности этой улицы. Поверьте, реализован опыт многих городов, в том числе Москве, это подтверждает. Отдельно хочу отмечить, что при реконструкции улицы Каркмасова одновременно реализовывалось две федеральные программы, это безопасные и качественные дороги и интеллектуальные транспортные системы, потому что больше сейчас умных тротуаров, умной остановки и так далее будет имплементировано именно там. Две региональные программы, это госпрограммы Республики Дагестан, функции столицы и капитального ремонта многоквартирных дорог, а также две муниципальные программы, это чистое небо и замена ветвих коммуникаций, в том числе и за счет внебюджетных средств. Проведенная счетная палата Республики Дагестан, проверка, реализация программы был выявлен в ряд претензий по качеству проведенного строительно-монтажных работ. В рамках устранения замечаний счетной палаты подготовлены дефектные акты, направленные предписания, соответственно, которыми оплата за проведенные некачественные работы произведена не будет подрядчика до тех пор, пока все замечания выявлены, не будут устранены. Но также хотелось отметить, что основной причиной, сказавшей на качестве работ, послужили сжатые сроки реализации данной программы, в которую мы были поставлены. В связи с тем, что средства были поздно доведены по госпрограмме, нам пришлось практически осенний период разыгрывать эти контракты, и для того, чтобы успеть его реализовать до отъединенного срока, нам пришлось практически в зимний период приступать к реализации этих проблем. Конечно, это не могло сказаться на качестве. И, безусловно, уважаемые депутаты, нам бы хотелось избежать такого темпа работ, потому что те работы, которые мы с февраля 2021 года практически должны были реализовывать, мы приступили к реализации с ноября. И вот в рамках, в 2022 году на реализацию мероприятия программы запланированного финансирования в рамках суммы 818 миллионов. Это на те цели, о которых я говорил, это Ильтавский лес, это парк Ленинского комсомола, ремонт канализационных сетей, вернее, ливниных сетей. Однако до сих пор соответствующие бюджетные обязательства до города Махачкала не доведены, соглашения на предоставление субсидий не заключены. Соответственно, не проведены мероприятия по контрактации и об осуществлении строительно-монтажных работ речи быть не может. Это может привести к такой же ситуации, как и в прошлом году, когда нам голопом по Европе придется гнать эту программу. И хотелось бы тоже, чтобы вы нас поддержали в части взаимодействия по скорейшему выделению хотя бы лимитов. Мы бы смогли своевременно законтрактовать тогда эти виды работы. Хотелось бы отметить, что проверка счетной палаты проводилась не только в отношении реализации государственной программы функций столицы и управления жилищно-коммунального хозяйства, но и в деятельности других управлений. Наибольшие замечания были выявлены в отношении таких управлений, как управление образованием, управление имущественно-земельных отношений, МКУ Махачкала-Продукт. Хочу отметить, что мы согласны с выявленными этим нарушениями, более того, нами ранее в рамках внутреннего контроля эти управления также были подвергнуты проверке, выявлены неудовлетворительные результаты работы этих управлений, а также соответствующие замечания в порядке проведения. Здесь, чем было принято, вы знаете, кадровые решения в начале года, освобождены от занимаемого должности начальника управления образования Дебяев, освобождены от занимаемого должности начальника управления земельно-имущественных отношений Магомедов, также освобождены от должности руководителя, был в начале года, МКУ-продукт Османов. И те замечания, которые счетная палата выявила, подтверждают наши выводы, более того, они более широкие, и мы эти все замечания прилимем к сведению, уже подготовлены дисциплинарное заискание тем лицам, которые допустили эти нарушения, и разработан план порядка устранения этих замечаний. Все эти замечания, которые были нам в предписании сказаны, установленный сток, будут ликвидированы. Уважаемые депутаты, я вкратце изложил те проблемы и решения, по которым нам удалось выработать, по которым реализация уже осуществляется. Но в той же есть ряд проблем, которые находятся за пределами полномочия, решений, которые находятся в рамках 131 закона, отведены к муниципальным образованиям, и для вывода которых необходимо ваше содействие, как одно из ветвей власти. Так, в процессе взаимодействия с органами исполнительной власти, в части реализации переданных полномочий, зачастую мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда выдвигается тезис о возможности осуществления переданных полномочий и за счет собственных средств муниципалитета. Действительно, статья 16.1 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления и 184 Федерального закона об общих принципах организации законодательных и представительных исполнительных органов государственной власти Российской Федерации позволяет это делать. Однако, здесь надо учитывать, что расходы на средства консолидированного муниципального бюджета на реализацию переданных полномочий, которые ввиду его ограниченности, то есть нашего бюджета, приводят к недофинансированию вопросов местного значения, которые мы обязаны финансировать. И такое расходование счетная палата расценивается как неэффективное, в том числе по причине соответствующего финансового обеспечения, переданного полномочию, столь актуально для эффективного функционирования системы городского хозяйства. В связи с этим хотелось бы заострить ваше внимание на основных индикаторах конституционированного бюджета столицы Республики Дагестан. За 2019 и 2021 год налоговое поставление в бюджет города выросли на 29% или на 717 миллионов. То есть 2 миллиардов 441 в 2018 году до 2 миллиардов 922, практически 3 миллиарда собственных доходов в 2021 году. Проведены мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы, и это легализация предпринимательской деятельности, в том числе и оформление трудовых отношений, по увеличению хозяйственного оборудования земельных участков и объектов капитального строительства. Их наложение исходя из фактического использования законодательства позволяет. Так, за 2019 и 2021 год актуализировано и включено налогооблагаемую базу 24 тысячи земельных участков и 48 тысяч объектов капитального строительства. Актуализированы и уточнены сведения по 20 670 коммерческим объектам для применения к ним в соответствии с ставок налога на имущество. В ГБУ ДАК Техкадасов направлено сведения по 263 земельным участкам для учета для припроводимой в 2022 году массовой государственной катастрофы оценки земельных участков, исходя из фактического использования, а не назначения земли. Также руководство с разъяснением Минфина Российской Федерации при применении ставок по налогу на землю, исходя из фактического использования, направлено у ФНС России по Республике Дагестан сведения по 139 земельным участкам. Однако эта работа больше способствует увеличению недоимки, чем пополнению бюджета. То есть мы налогооблагаемую базу увеличиваем. В 2019 году, когда мы приступили к управлению городом, совместно с нашей командой, 75 тысяч участков было в АИС налог 3, при том, что ранее учтено 140 тысяч участков. Мы последовательно эту работу выполняли и пополняли налогооблагаемую базу АИС 3. А у нас недоимка только растет, бюджет не пополняется. Я так понимаю, благосостояние отдельных инспекторов только пополняется. Задолженность по налогам на бюджет года с 2019-2021 года выросла на 285 миллионов, то есть с 1,5 миллиарда до 2 миллиардов. Отсутствие в должном мере комплекса проводимых исчерпывающими позывания налогов со стороны налоговых органов, которых администрируют. То есть полный мер, который доступен у ФНС, не применяется ни обращения взыскания на имущество, ни поражения в правах в части выезда за границу и так далее. К нами был проведен анализ по отношению к определенным должникам задолженности более полмиллиона. Не уплачивая с 2015 года ни рубля, совершаются сделки по продаже земельных участков. При этом не уплачиваются налоги или уплачиваются незначительные суммы. Из проанализированных 120 собственников земельных участков общей стоимостью задолженности 213 миллионов, за 4 года погашенные задолженности на 36 миллионов. При этом владельцами из 1354 земельных участков, это 380 гектаров, проданы 689 земельных участков, 200 гектаров. Налоги от этого никаким образом налогово не изыскало. УФНС все время любит уводить дискуссию в частности того, что якобы муниципалитеты не ставят на учет предпринимателей. Мы проанализировали эту работу, да. Есть у нас предприниматели, которые не поставлены на налоговый учет. Но это предприниматели, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. И, как правило, у них нестационарные торговые объекты, небольшие магазины, общую площадь примерно 10 квадратов. Если посмотреть патент, который они оплатят, они в год получаются, один магазин уплатит порядка 7500. Тысячи таких получает незначительная сумма для бюджета. А мы, обойдя это все, убеждаем их на налоговый учет, принуждаем даже, могу сказать, они через какое-то время снимаются с налогового учета. Вы знаете все, почему они снимаются с налогового учета. Мы запрашиваем у налоговое сведение, чтобы повторно всех их тысячу не обходить. Кто снялся, чтобы мы хотя бы точно по ним прошлись. А нам налоговое отвечает. А вы не являетесь субъектом налогового законодательства и налоговой тайны. Мы не можем вам предоставить эти сведения. Хорошо, чтобы уйти от этого дискуссии, мы посчитали, что это вообще незначительно. Это порядка 100-150 миллионов придет огромная работа. Мы сосредоточились на той работе, о которой я сказал. Мы начали выявлять земельные участки и принимать меры для того, чтобы из Россредства они перетекали в АИС-налог-3. Но что случается, мы вам сказали. И все время УФНС сводит эту дискуссию, что вот в Махачкале не доимка. Так, конечно, Махачкала должна собирать налоги. И, уважаемые депутаты, вы все знаете, когда в Махачкале существовало управление по налогам и сборам. Три предписания Генпрокуратуры было о его закрытии. Но сейчас я склоняюсь к созданию такого управления для того, чтобы повысить. Потому что полная бездействие налоговой службы в этой сфере вынуждает нас к этому. И очень хотелось бы вашей поддержки. Я хотел бы, чтобы в постановлении, которое выйдет по результатам нашей сегодняшней встречи, этот вопрос был именно одним из ключевых. Создание временной какой-то группы на базе соответствующего комитета. Создание депутатской группы, исключением туда и представителя правительства, и, соответственно, мэрии. Мы точно по каждому участку предоставим информацию и посмотрим, каким образом тогда налогово будет увертываться от этого. Потому что нам они среди не дают. Ни сверху не дают. Ни сверху по подданным исковым заявлениям, судебным приказам. Не то, что они направили УФССП, не дают. Каким образом тогда мы должны оказывать содействие? Они все время про это говорят. Видимо, налоги за них собрать. Как я уже сказал, мы к этому, наверное, придем. Ежегодно Министерственная комиссия при Министерстве экономического и территориального развития Республики Дагестан определяет налоговый потенциал города. Мы считаем, что налоговый потенциал города значительно превышает установленная комиссия размера. Но даже тот минимальный налоговый потенциал, который устанавливает МВК, не согласовывается у ФНС. Аргументируем тем, что якобы завышенный. Мы с ними пытались это. Не подписывает установленный. Тоже самый заниженный потенциал. При формировании прогноза показателей по налоговым доходам за очередной год и их предоставлении в Международной комиссии, несмотря на проводимые, вышеуказанные мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы, налоговый орган всегда ищет доводы о невозможности увеличения сборов практически по всем источникам налоговых доходов. Выражает несогласие с установленной Международной комиссией. Это, видимо, происки налоговой. Это вопрос я тоже хотел обозначить как проблемный. Именно в части МВК и, соответственно, с депутатами доработать и убедить, может быть, налоговое, что все-таки стоит, тот реальный налоговый потенциал указывать. Одно из главных проблем города является низкая бюджетная обеспеченность в сравнении с аналогичными по числению населения муниципальных образований. На примере Махачкалы проанализируют ситуацию подышевой бюджетной обеспеченности в сравнении с бюджетами аналогичных по числению населения муниципальных образований. Хотелось до вас их довести. Так, безразменное поступление поступающего в бюджет города составляет Махачкала 5 млрд 980 млн, Пермь 20 млрд, Воронеж 10 млрд, Краснодар 17 млрд. Понятно, те города будут развиваться, а Махачкала будет догонять. В результате удельный показатель безразменного поступления в бюджет города Махачкала на одного жителя составляет 8 млн, а той же Перми 13, Краснодара 18 млрд. Это очень важный индикатор, насколько мы каждому жителю можем создать благоприятные условия и в частности образования, культуры, городской среды. Закрепленные законодательства вопроса местного значения городского округа не обеспечены теми доходами, которые формируют бюджет города. Во всех регионах России, в соответствии с бюджетным кодом Российской Федерации, нормативы отчисления по налогу на доходы физических лиц бюджета городских округов установлены в размере 30%. Законом Республики Дагестан для городских округов по республике нормативы, начиная с 2018 года, установлены в размере 22%. Уважаемые депутаты, убедительная просьба рассмотреть возможность установления норматива по НДФЛ, отчисления НДФЛ для Махачкалы, как столицы нашей республики, в размере 30%. Это сняло бы все текущие проблемы, тем более которые растут с ростом туристической нагрузки. Я с коллегами делился, элементарно замеры можно по урнам. Раньше у нас были маленькие урны в городе, мы их заменили практически по центральным туристическим направлениям на большие 80-литровые. Два раза мы их выгружаем, такое количество их загрузки, это в связи с тем, что большой наплыв. В рамках национального проекта 2019 года на территории Махачкалы начало строиться 14 объектов образования. Это очень проблемный вопрос, хотел бы подробно на нем остановиться. Из них 9 детских садов, общая проектная мощность которых... Благодаря, у нас регламент, и мы немножко с вами вышли за регламент. Вы заканчиваете, да? Пожалуйста, дайте минуту. Можно, пожалуйста, 5 минут, потому что и Сбербаш 20 минут, и Махачкала 20 минут, это, наверное, не совсем соразмерно. У нас регламент единый для всех. Спасибо. Эти объекты, которые сегодня возводятся, возводятся очень некачественно. Там имеются два характера проблем. Это, в первую очередь, некачественные строительные проблемы. То есть, каждый практически объект после сдачи имеет деформацию напольного покрытия, отслоение штрукатурного слоя. Но в том числе есть и счеты в проектировании, которые выполнял, кстати, Негор. И конкретная нехватка необходимого оборудования, вытяжек, постельных принадлежностей, игрового оборудования. В связи с чем это является не более как административные, не жилые здания, и в них детский сад Роспотребнадзор открывать не дает. Эта проблема была неоднократно обслужена. Благодаря Сергею Алимовичу этот вопрос сдвинулся с точки зрения, в настоящий момент, выделенных средств на дофинансирование. Но, тем не менее, пока еще этот вопрос находится в стадии решения. Так бы хотелось отметить, что 18 земельных участков нами подготовлены для строителей образовательных учреждений. Только по 8 из них принято решение о строительстве. Это никаким образом не способствует выполнению поручения президента об уходе от трехсменного и двухсменного режима образования. У нас 9 школ в трехсменном режиме образования строится. То, что запланировано, когда мы построим, мы не более 50% только решим. Поэтому, уважаемые депутаты, очень просим вас оказать содействие с правительством, пересмотреть эти вопросы, для того, чтобы оказать содействие строительства именно в Махачкале, школ большего количества. Потому что мы для этого земельные участки подобрали, технические задания подготовили, смертные расчеты у нас уже готовы. Есть очень серьезная проблема, Завор Васильевич, не знаю, как ее обсудить, может быть, дополнительно потом на комитете ее обсудим. Это работа медицинских работников образовательных учреждений. Мы строим образовательные учреждения. По федеральному закону об образовании Российской Федерации, организация первичной медицинской помощи обучающейся осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация должна лишь предоставить помещение для этого. Однако, а также согласно приказу Министерства здравоохранения о утверждении порядка оказания федератической помощи, оказание медицинской помощи в предприятию населению входит в функции детской поликлинической, в штатном расписании, которое предусматривает должность врача для детского дошкольного и образовательного учреждения. У нас уже порядка 10 образовательных учреждений медицинских работников. Мы сейчас по две поликлиники передали земельные участки, они будут построены. Там тоже не планируется медперсонала, потому что у нас есть сложность с предельной численностью штатов медицинских работников. А как быть, получается, наши услуги образования сегодня не соответствуют? У нас нет в 10 образовательных учреждениях медицинских работников. Это серьезный вопрос. Если что-то случится, как реагировать? Такая же ситуация у нас с обеспечением охраны в образовательных учреждениях. Законом Республики Дагестан о госстандарте, так называемом, внесены изменения, включающие норматив расходов на оплату труда, на обеспечение государственных гарантий, реализация права на получение общедоступного бесплатного образования, расходы на содержание охранников. В соответствии с ГОСТом, национальный стандарт ассоциации обеспечения безопасности образовательных организаций, оказание охранных услуг на объектах дошкольных образовательных и профессиональных образовательных учреждениях осуществляется охранником образовательной организации, который является работником охранной организации. В целях реализации второго пункта два перечня поручения президента о внедрении единого подхода к обеспечению безопасности и антирессийской защитенности образовательных учреждений Указано о необходимости применения именно этого национального стандарта, когда охранная организация должна осуществлять охрану. Также в протоколе заседания антиристической комиссии по республике Дагестан отмечено, что в большинстве образовательных организаций республики функции охраны выполняют штатные работники. Это как замечание указано. Дежурный и сторожа. И что для объектов территории, отнесенных первой, второй, третьей категории защищенности, необходима частная охранная организация. Но в то же время нам отказывают финансирование государственного стандарта на оплату ЧОПов. Это серьезный вопрос. Просим оказать содействие перед смертой объема субденции на реализацию государственного стандарта общего и дошкольного образования. Иначе нам придется, наверное, на другой уровень уже эту дискуссию выносить. Уважаемый депутат, вы все знаете ту проблему, которая у нас существует с детьми сиротами. Это государственные полномочия республики Дагестан, которые переданы муниципальным образованием. И в соответствии с частью второй Конституции все переданные полномочия должны быть обеспечены материальными и финансовыми ресурсами. Но в связи с тем, что эти переданные полномочия надлежащим образом недофинансированы были, в 2019 году, вернее, в 2021 году мы объявляли порядка 30 конкурсов. Ни одна заявка не поступила, потому что та сумма, которая выделялась, недостаточна для приобретения однокомнатной квартиры. Более того, вот сейчас это пересмотренность суммы, но на рынке Махачкалы нету 33 квадратных квартир. Поэтому очень убедительная просьба оказать содействие в реализации этих переданных полномочий. Вот сейчас мы с министром активно и с проектом работаем, ставку подняли, но вот этих 33 квадратных квартир нету. Мы обращались к вам по поручению Сергея Алимыча, прямо на ВКС Сергей Алимыч это поручение давал, о пересмотре объема квадратуры в сторону с 33 до 45. Убедительная просьба оказать содействие в этом вопросе. Иначе 800 очередников, в которых в Махачкале есть, очень долго будут дожидаться своих квартир. Серьезная проблема с первым государством. Регламент, мы уже 10 минут вам дали, как по вашей просьбе добавить. Уважаемые депутаты, я, конечно, для Махачкал очень много проблемных вопросов. Те вопросы, которые отнесены к полномочиям муниципальных образований в соответствии с 131 законом, я же говорю, если еще не решены, но решения по ним выработаны. Те вопросы, которые я поднимал, в том числе и по обеденадзорным словам, хотел поднять, они требуют приставного вмешательства и вас, как одной из ветвей власти. Надеюсь, что будет соответствующее поручение, и мы в комитетах это подробно рассмотрим. Также хотел бы выразить огромную благодарность, Завра Васильевич, вам, уважаемые президенты, уважаемые депутаты, за ту возможность, которую предоставили, для того, чтобы вынести эти вопросы для обсуждения. Они очень злободневные. Мы по некоторым из них уперлись в пределы наших полномочий. Я надеюсь, что вместе с вами мы найдем решение этим вопросом, и тогда протестание нашей столицы пойдет наиболее скорными темпами. Спасибо. Спасибо. Я, как депутат от города Кировского района, города Махачкалы, хотела бы актуализировать тоже два вопроса, которые сегодня очень актуальны и насущны для моего района. В районе сегодня остро стоит вопрос электроснабжения из-за износа электрооборудования. На сегодняшний день требуется замена около 15 трансформаторов в микрорайонах и поселках района. В то же время из 361 трансформатора 117 не находятся на балансе горы электросетей. Я знаю, что эта работа начала проводиться, и хотела бы узнать, на каком этапе сегодня эта работа, и как долго будет длиться еще этот процесс, и как планируется решить этот вопрос. И второй вопрос. То, что касается дорог. Дорог Кировского района. Очень большие проблемы. Сегодня требуют реконструкции и благоустройства дороги Кировского района, поселки. Но в тех списках, которые были сформированы в администрации, не были учтены рекомендации от администрации района. Хотелось бы узнать, по каким критериям составляется список улиц для асфальтирования, и почему администрация города не занимается асфальтированием улиц Кировского района. Так как у меня есть информация, что асфальтировались улицы, которые не нуждаются в благоустройстве, такие как Свердлова, Рахматуллаева, Камалова. Спасибо, Салман Кадиявович. Надеюсь на тесное сотрудничество. Мы с вами, депутаты города, и в решении этих вопросов будем, наверное, совместно сотрудничать. Спасибо, Мария Юрьевна. Очень хорошие вопросы, которые, кстати, мне в докладе не удалось осветить. Вопросы энергоснабжения. Злободневный вопрос. В соответствии с законодательством, да, органы местного управления занимаются организацией электро-водо-тепло-снабжения на территории муниципального образования. Это обязанность заканчивается организацией именно с назначением гарантирующего поставщика. Гарантирующий поставщик у нас Пауэроссети и конкретный филиал Дагэнерго, который не справляется с своей работой из-за отвратительного менеджмента, в первую очередь. Благодаря, в том числе, и вашей помощи, активной помощи депутатов, летом прошлого года мы развернули серьезную дискуссию по этому поводу. И не просто дискуссию, но в том числе и конкретные действия. Нам инициировано было несколько судебных процессов, несколько обращений в контрольно-надзорные органы, по результатам которых было предписание прокуратуры о выполнении именно оптимизации, модернизации тех участков сетей, на котором наиболее часто отключение происходит. А также антимонопольные службы, которые постепенно сейчас по каждому кейсу начинают выносить решение. Вот первое было, на 8 миллионов рублей Дагэнерго было астрофонно. По нашим обращениям также будут дальше иски, от которых мы оказывали помощь предпринимательно составлять за нанесенный ущерб. После предписания прокуратуры по наиболее проблемным участкам началась работа со стороны Дагэнерго, даже не сколько Дагэнерго, пришлось Пауэроссетям к этому вопросу подключаться, они из Сочи сняли 50 КПТМ, комплексных трансформационных пунктов, 14 из них уже установлены на более проблемных участках. Это серьезно на самом деле решило проблему. Если я с утра каждое утро получал сотку на два листа, сегодня у меня сотка по отключениям электроэнергии заканчивается двумя-тремя строчками и вне погоды пятью-шестью строчками. Это серьезная работа, но она еще недостаточная, потому что те трансформационные, которые были установлены, это по наиболее проблемным, там, где большое количество подключений попадает. Но есть микрорайоны такие, как Ватан, Скачки и так далее, где подключение одного трансформатора попадает 3000 человек, 4000 человек, и туда тоже они дойдут, в первую очередь пошли, там, где отключение 20 тысяч человек, 25 тысяч человек, это Семендейр, Учхозы и так далее. И эта работа будет проделываться. Серьезная проблема по подстанции Приморская, где полностью свой ресурс исчерпала уже нагрузку подстанции, понижающая подстанция, и туда уже заведена ячейка по подписанию прокуратуры, они будут дополнительную ячейку доставить. Это все не может не сказаться на улучшение электроснабжения. Также дополнительно нами проводится работа по инвентаризации безхозяйных сетей, 427 ТП и 36 километров сетей нами поставлено на учет. Год они в реестре безхозяйных активностей сели. Уже мы подали исковые заявления во все три суда по местонахождению, и все три определения о назначении судебного заседания вынесены. После того, как право города на них будет признано, мы будем в рамках тех поручений, которые даны президентам по консолидации сетей, инициировать их передачу Россетям, для того, чтобы они могли их надлежащим образом обслуживать. Также по остальным безхозяйных сетям, это мы 427 сделали, мы остановили эту работу, потому что есть новое законодательство по безхозяйным объектам, ресурсно-набжающим организациям за три месяца можно уже это признавать, и в соответствии с этим Россети будут сами заявляться и уже сразу автоматически признавать на них право, и после этого только они безхозяйные сети смогут содержать и модернизировать на это дело у них уже порядка 4 миллиардов на Махачкалу и инвестиционная программа формируется. По критериям по ПКАДу, выбор ПКАД, по разделению полномочий вопросы именно дорожной деятельности отнесли городскому округу, и поэтому город формирует ремонт дорог, исходя из нескольких критериев. В первую очередь это пропускная способность, увеличение пропускной способности. Мы можем сделать несколько улиц, но не достигнуть тех критерий, которые необходимы. Мы можем отремонтировать одну улицу, допустим, в том же самом Кировском районе. Мы отремонтировали улицу от проспекта Казбекова, Семендерское шоссе, до Магомеда Тагирова. И, соответственно, весь микрорайон Дослав по асфальтированной дороге, если раньше они полчаса месили эту грязь, сегодня они выезжают туда за 5 минут. И все микрорайоны, полностью микрорайоны соединены с двумя шоссеями. Потом следующий критерий у нас, первый критерий, пропускная способность на расположение социальных объектов. Школа, сад, больница. Следующий это мечети. Следующий объект, это у нас продлевание маршрута общественного транспорта. Махачкала развивалась, но дороги к ней не делались. Соответственно, дома уже многоквартирные имеются, маршрутка до туда не доходит, потому что в дождливую погоду они отказываются до туда ехать. Для того, чтобы этот вопрос решить, мы асфальтируем именно там, где есть обращение. Вот эти 5 критериев. И еще один неприятный для нас критерий, но тем не менее нам приходится по нему идти, это решение судовое, предписание прокуратуры и надзорных органов. Они не всегда бывают правильные, как вы указали. Там, где не требуют ремонта, но нам по предписанию надзорных органов приходится их ремонтировать. Очень много граждан уже обращаются, говорят, что очень долго мы ждем этого улицы Шамиля. Какой у нас там вопрос с этим Шамиля? На какой стадии будут ли делать? Для того, чтобы начать реконструкцию Шамиля, необходимо сначала сделать два объезда. Хушетский и Северный. Для того, чтобы сбросить потоки. Вот мы проспект, улицу Примакова сделали, чтобы сейчас потока сбрасывать. Потому что если весь поток, который идет на Шамиля, начнет утыкаться в какие-то другие улицы, у нас коллапс будет. Северный объезд, который сейчас планируется к реализации, вот проект активно этим занимается. Хушетский объезд транзитного транспорта в городе станет меньше. Еще несколько решений, и тогда, получается, мы сможем приступить. Вот после реализации этих двух проблем мы сможем приступить. Не первый год городские власти препятствуют горожанам, предпринимателям получению разрешения на строительство, понуждая последних в выплате мзды абсолютно под разными предлогами. То, забедая не так, то второе, то третье. А те, кто умеет договориться, как говорится, строятся вопреки не только здравого смысла, а вообще всех норм градостроительных. Многочисленные суды, выигранные заявителями в архитектуре города, говорят о том, что работник архитектуры озабочен личным незаконным обогащением, нежели заботой о городе. Скажите нам, пожалуйста, этот бардак когда-нибудь закончится, или все будет так же продолжаться? Если у вас имеются конкретные факты по вопросу мзды и так далее, я считаю, что вы обязаны обратиться в правоохранительные органы. Но более того, отвечая на вопрос, Завор Васильевич, по вашему настоянию, я скажу, что с 2019 года нам не выдано было всего лишь 11 разрешений на строительство. Из них 6 по решениям судов. Да, мы отказываем в выдаче разрешений на строительство. Кроме дойдет, они продолжаются, но вы видите, что у вас стоит. Вот за этот вопрос спасибо. Вот за это спасибо. Я же вам говорю, эти вопросы неоднократно проверялись всеми возможными ведомствами и так далее. Выдано с 2019 года 11 разрешений на строительство новоквартирных домов. 6 из них нас заставили выдать в суды, несмотря на то, что мы судились. 6 выдано. Одно выдано для строительства очередников МВД. Другое также выдано, еще несколько выдано по строительству для реализации программы ветхого жилья. И мы будем это реализовать. Но ни в коем случае другие. Почему? Потому что город перестроен. Почему город перестроен? Когда мы приступили в 2019 году и объявили мораторию на строительство, нами выявлено, что было, вот Артур Абуманович знает, 2 миллиона квадратных метров выданных разрешений. Мы начали их пересматривать в 2019 году. Это привело к другой проблеме. Потому что после того, как мы отменяем решение, у нас появляются обманутые вкладчики. Тогда было принято решение по выданным разрешениям не отменять для того, чтобы социальный ущерб и волнение не вызывать для тех граждан, которые вложились в квартиры. И эти, соответственно, 2 миллиона квадратных метров ранее выданных разрешений до 2019 года, они реализуются. Можем отменить? Пожалуйста. Готовы на себя взять такую ответственность перед теми гражданами, которые купили там квартиры? А в части выданных разрешений нами, пожалуйста, вы всегда можете это изучить. Депутатский запрос мы вам подробно на это ответим. Салман Гадеевич, вопрос такой о уборке мусора. Мы уже предыдущий, мой коллега задал вам вопрос, оператор выводит все. Но вы согласитесь с тем, что после вывоза этого мусора с этих площадок, но на территории, по улицам у нас еще остается пыль, грязь. После дождя она накапливается, и вот эти наши сливные люки и так далее, они забиваются, много проблем. Как вы планируете вот эту работу? Там же есть, наверное, специальная техника в свое время, она была, поливочные машины, уборочные пылесосы такие. Планируете ли вы закупить такую технику и вот в этом плане еще поработать? Да, спасибо. Хороший вопрос. В 2019 году, когда мы только начинали эту работу, ситуация санитарно-техническим состоянием города была ужасающая, и поэтому необходимо было выработать ряд мероприятий. Для этого мы оптимизировали службы городских хозяйств, которые были разделены. Вот элементарно город Зеленхоз, там, допустим, занимается зеленкой. Горочистка занимается уборкой проезжей части. Соответственно, город Чистка подметает, на газоны это все сваливает, потом дальше это все разносит. Газоны нормально не растут, санитарение улучшается. Поэтому на базе трех предприятий, городская аварийная служба, город Чистка и город Зеленхоз, было создано МБУ Махачкала-1. К сожалению, кроме объединения, определенной оптимизации нам удалось достичь за счет того, что сократили директоров, заместителей директоров, бухгалтеров и так далее. У нас получилось выделить дополнительные средства на оплату непосредственно дворников. У нас количество дворников увеличилось на треть. Но ручная уборка, она для такого города недостаточная, поэтому мы начали изыскивать средства за счет тех налоговых увеличений, налоговых поступлений, которые нам удалось достичь. Нами была приобретена техника. В 2019 году парк автомобилей составлял несколько автоподъемников на базе Старо ГАЗ-53. Три, вернее, шесть зилов поливомоечных, полуразкомплектованного состояния, один кран-ивановец и один эскалатор. А, еще было два самосвала, которые стояли на пеньках. Вот, поэтому нами серьезное внимание этому было уделено. Нами приобретено за этот период. 22 малых самосвала, 4 эскалатора, 3 вакуумно-подметальные машины, про которые вы говорите, так называемые пылесосы, которые в ночное время работают. 6 комбинированных коммунально-уборочных машин, которые можно в летнее время на поливомоечные, зимние, на разбрасывание для агента и подметание дорог устанавливать. 4 грузопассажирских УАЗа для аварийной службы. И еще некоторая техника для оптимизации этой работы. К сожалению, я же говорю, ограниченность бюджета нам не очень это позволяет делать, но мы последовательно эту работу будем выполнять, потому что мех-уборка дает больший результат, чем ручная уборка, и только таким образом можно достичь. Вот это то, что у нас удалось достичь, это удалось достичь именно этими средствами. Дальше для оптимизации. Ну, приходится, да, на самом деле у нас во время дождя нормально все города промываются, а у нас Тарков смывается, и грязь получается, поставляем, который подсыхает, и как пыль разносится. Да, мы после этого чистим эти ливневки на регулярной основе. У нас специализированная бригада поэтому создана. Именно поэтому после того, как дожди заканчиваются, если раньше у нас Петра постоянно в воде стояла, в течение получаса вся вода уходит из Бейбулатова, и таких крупных подтоплений уже в городе нет. Эта работа на контроле, она нам тяжело дается, но вот если то предложение, которое я сказал, о пересмотре отчисления НДФЛ до 30%, вы поддержите, эту работу в разы мы сможем оптимизировать. Вас скажите, Салам Акадеевич, как Вы считаете, насколько эффективно используется доходный потенциал города в части поступления неналоговых доходов, именно неналоговых, от сдачи в аренду, допустим, недвижимого имущества, которые находятся в собственности города, в том числе нежилых помещений. Вот по Вашей информации я прочитал, там более 10 тысяч квадратных метров город на сегодняшний день встает в аренду недвижимого имущества. В основном это коммерческие объекты. А получаем, город получает доход где-то около 20 миллионов в год. Если вот перемножить, поделить там где-то 150-160 рублей за один квадратный метр в год. Вот насколько эта цифра обоснована, как Вы считаете, вот можно ли вот этот потенциал присмотреть, получить, не ждать, допустим, когда налоговая инспекция соберет, там они, как Вы сказали, плохо собирают городские налоги, но самому посмотреть, где можно увеличить потенциал, где можно расширить возможности города, в том числе и финансовую, для того, чтобы решить насущные проблемы города. Да, вопрос хороший, на самом деле, но большого потенциала, ну, с конца начну, отвечать, большого потенциала за это нет. Если даже двое увеличим, будет 40 миллионов, это ни на что не скажется. Ну, может быть, несколько контейнеров площадок купим. Почему? Потому что у города практически не осталось муниципального имущества, потому что оно было по разным схемам выведено. Вот мы сейчас постепенно, как Махачкала, Кинотерна Махачкала, Домбыта и так далее, их возвращаем. Что мы сдаем в аренду? Это малоликвидные помещения, как плавило, подвальные помещения, там, полуподвальные помещения, и очень небольшие, то есть неинтересные были для выведения, которые то и осталось в городе. Мы в 1921 году провели большую работу, мы, на самом деле, по ним по всем повысили ставку арендной платы, привели ее к коммерческой, потому что она была далека от коммерческой. Да, у меня в 19-20 году до него руки не дошли, в 1921 году до этого руки дошли, и мы пересмотрели ставку арендной платы. Было очень много возмущений, в том числе на именно депутатов. У меня были запросы депутатов по этому вопросу, почему вы повышаете ставку и по муниципальному имуществу, и по нестационарным торговым объектам. Потому что это была неэффективная арендная ставка, мы ее приводили к эффективной. Большого потенциала она нам не дала, но, надеемся, Домбыта, Кинотеатр Махачкала и другие объекты в результате студентно-предитационной работы нам это дадут. Продолжение следует...